Халё-халё, друзья, всем привет! Сегодня у нас суперинтересная тема, и это окончание прилагательных. Что такое прилагательное, вы уже знаете. Это все слова, которые отвечают на вопрос «какой?». Или есть ещё также второй его перевод – «это как?». То есть, в принципе, это как бы две части речи на самом деле, и на речи, и прилагательное. Но в немецком мы это не сильно делим на два вот таких отдельных разряда, на две части речи. Итак, прилагательное – это «хорошо», «плохо» или «хороший», «плохой», «весёлый». То есть, вот всё, что отвечает на вопрос «какой?» или «как?». И мы уже много с вами работали с прилагательным, когда изменяли их по ступенькам, по степеням сравнения. Так холоднее, или самый дорогой, или лучше всех. Это немножечко тема уже другого видео. А сегодня наша задача – научиться поработать с этими прилагательными, но в соседстве с существительным. Что это значит? Когда мы говорим теперь качество, характеристику какого-то предмета или человека, например, сосед. Да, да, сестер нахба. И теперь мы что-то про это существительное, в данном случае про соседа, хотим дополнить, какую-то добавить про него информацию. Может быть, он добрый или весёлый, жадный, богатый, высокий, худой сосед. И наше прилагательное сегодня будет стоять непосредственно перед существительным. Но здесь сейчас будет большой ахтунг-ахтунг, потому что то, что у нас основа, да, вот гуд, тойр, билих, мюде, прайсвер, да, вот эти все-все характеристики – это основа прилагательных, я их всегда называю. Но теперь, как только они стоят перед существительным, а не в конце нашего предложения, они обязательно должны иметь окончание. И вот как раз тема сегодняшнего видео – это окончание прилагательных. Ну, мой любимый пример, тот, кто проходит у меня онлайн-обучение, те знают, как я люблю шутить. Мой любимый пример, когда я всегда шучу и говорю – хорошая девушка идёт по улице. То есть и девушка идёт, и по улице, но чуть-чуть режет наш слух то, что девушка стал почему-то он хорошей. И вот чтобы не допускать эту ошибку, конечно же, нужно использовать правильное окончание прилагательного. То есть если это мужчина, это он, тогда это будет ein guter Mann. Если это он, ой, ребёнок, das Kind, тогда это будет ein gutes Kind и так далее. Обязательно досмотрите до конца, чтобы разобраться в этой вроде бы нелёгкой теме, но сегодня вы получите от меня суперкрутые лайфхаки, фишки, которые вам помогут сегодня буквально вот в коротком этом видео разобраться с этой темой. Для того, чтобы правильно использовать прилагательное перед существительным, нам потребуется сделать три шага. Итак, пишите себе сейчас ваш блокнотик, шаг номер один, эрст и штуфы, да, то есть то, что мы самое первое, что должны сделать, это обязательно любое прилагательное, которое стоит перед существительным, должен иметь хвостик, окончание, чтобы не получилось хорошо, погода, весело мужчина и так далее. То есть нам нужно будет показать, весёлый мужчина или если она, весёлая женщина. Итак, первый шаг, значит, мы будем дальше с этими тремя нашими постулатами сегодня работать, разбираться, как их использовать. Обязательно прилагательное должно иметь, ну, хвостик я называю, окончание, если оно стоит перед существительным. Второй наш шаг будет связан с тем, что мы понимаем, что окончание как раз прилагательных показывает рот и падеж, да. Так хороший их мужчина или хорошая женщина, видите, прилагательная берёт на себя эту функцию. И вот теперь второй шаг, мы будем показывать рот один раз. Вы пока пишите, потом дальше поймёте, что такое один раз. То есть что у нас показывает рот? Это такой сигнал, как я его тоже называю на своей онлайн-программе, мои ученики знают, что это такое. Например, да, вот приготовила такую небольшую табличку, чтобы нам легче было сегодня с вами понять. Если мы про мужской рот говорим, да, вот маскулин, это er, то есть это будет ein guter Mann. А, и мы понимаем, что это он, мужчина. Или ein kurzer Rok. Он, короткий jubk. То есть мы понимаем по окончанию, что речь идёт о мужском роде. Если мы говорим про средний рот, то будет сигнал es. Ein gutes Kind. Ein intelligentes Kind. Ein billiges Handy. Чувствуете, мы не будем использовать billig, то, что мы привыкли на A1. Просто вот как бы дёшево. Дёшево телефон – это очень неправильно. Поэтому первый шаг, мы будем добавлять хвостик, но хвостики, вот эти окончания, они бывают разные. Наша задача понять, а какой, когда должен быть, иметь прилагательное вот это окончание. То есть раз это телефон, вот мы его и показываем средний рот. Ein Handy мы не видим, да, что это средний рот. И сейчас прилагательное, хоп, и к себе присоединило. Обязательно должно быть окончание. Только какое, да, вы видите, нас сегодня ждёт много разных всяких вариантов. Раз это оно, телефону, тетрадку, книгу, ein neues Buch, ein interessantes Buch, ein neues Handy. И вот к этому прилагателям мы добавили es, да. Ну и то же самое будет с женским родом. Если это она, какая-нибудь интеллигентная женщина, eine, intelligent – это просто интеллигентно, умно. Ну, а должны-то теперь мы хвостик, окончание добавить, и женский рот будет раскрываться. Но мы сейчас ещё подробно об этом поговорим. Сейчас вы должны понять, что мы рот будем показывать один раз. Один раз. И третий сразу возьмём тоже постулат, который такой я сразу даю в кучке. Это когда мы будем изменять сигнал, то есть, ну вот он, да, какой-то уже мы в другом падеже будем, то прилагательное будет иметь всегда закрытый такой хвостик, закрытое окончание. Как только мы попадём в другой падеж, то есть, хорошему мужчине, интеллигентной женщине, мы же попадаем в акузатив или в датив, и это значит, что окончание будет тоже изменено. И вот правило номер три. Как только мы изменили артикль, да, в любых падежах, которые будут у нас изменять, показывает, что мы den fata, dem fata, да, и значит, третий шаг, окончание прилагательное будет всегда закрыто. Закрыто, это значит, оно будет иметь просто вот такой yen-yen-yen. Итак, давайте повторим. Первое. Нельзя просто так прилагательное перед существительным. Да, сгут в это ни в коем случае, да. Всегда помним, что что-то мы будем добавлять, какое-то окончание. Второй пункт мы записали, то, что это окончание будет показывать сигнал, про кого мы говорим, то есть род этого предмета или человека. И этот сигнал мы должны показать один раз. И третье, если мы будем изменять сейчас по падежам, то будет просто закрыто. Yen-yen-yen, вот этот хвостик, Yen. Ну, а теперь давайте по порядку. Итак, если мы берем, например, ну, хорошо, пусть будут люди. Ein Mann, eine Frau, ein Kind, да. И вот мы говорим про какой-то... Ein Mann geht im Skinner. Но теперь мы захотели про этого мужчину уточнить и добавить, какой он высокий, худой, полный. Давайте полный. Сейчас всем тема актуальна диета, да. У нас был дюн, худенький или дик. И вот теперь нельзя сказать, что ein dick Mann. Ни в коем случае. Мы помним, идем сейчас по нашему чек-листу, и у нас первое было, это обязательно добавить окончание. Ein Mann мы не понимаем, так это он или оно, потому что у нас ein Heft и ein. Мужской средний род всегда имел an. Ein, да, поэтому здесь можно запутаться. Ein Heft. Так это он или оно. И вот теперь мы к этому толстенькому мужчине, да, ein dicker. Вот мы один раз показываем, добавляем окончаничка R. Потому что ein нам не показал, что это мужской род. Ein dicker Mann geht ins Kino. Пусть будет ребенок, толстенький, полненький ребенок. Ein Kind. Опять ein, мы не видим, какой точно род. Значит, вот этот средний род, да, вот его как раз окончание будет добавляться к прилагательному. Ein dickes Kind geht ins Kino. Ein faules Kind geht ins Kino. Да, то есть теперь ребенок, мы поняли средний род. Женский очень легко, потому что всегда будет открытое, да, вот просто R. Eine gute Frau wohnt neben mir. Eine schöne Nachbari hat mir gestern etwas gesagt, да, то есть какая-то красивая соседка мне что-то сказала. Итак, еще раз, давайте потренируем на предметах. Пусть будет ein Computer. Мы не видим род, да, то есть ein, он не показывает, так это мужской или средний. Значит, теперь род будет показывать непосредственно окончание, которое мы добавим к прилагательному. И тут же еще какую-то характеристику этого компьютера. Ein nicht kaputter. Computer kostet sehr teuer. Да, то есть чувствуете, kaput – это какой, поломанный, но нельзя просто так основу. Первый пункт, нас надо добавить окончание. Второй пункт – взять сигнал рода. Вот мы сейчас второй пункт берем. Значит, ein guter, ein nicht kaputer, или что мы там брали, ein billiger, ein günstiger computer. Чувствуете? Вот он, этот R – к прилагательному. Пусть будет что-то среднего рода. Ein Handy, да, там где совпадают. Das Handy, ein Handy. Понимаем, что это оно средний род, но когда ein, не идентифицируется, да, вот этот сигнал S. Ein modernes Handy kostet sehr viel. Ein gutes Handy macht schöne Fotos. То есть чувствуете, здесь как раз ein gutes – и мы показываем средний род. Это понятно. Ну, а теперь попробуем перейти в наш третий пункт, который будет тоже показывать, что мы перешли в другой падеж. И вот наш мужчина. Ein guter Mann – хороший мужчина. Ein gutes Kind – тоже, да, как бы совпадает. Хороший ребёнок, а вот ein guter Frau – хорошая женщина. Чтоб не получился хороший женщина. Теперь мы идём по падежам. И я, например, там даю хорошему мужчине, там, книжечку, да, то есть хорошему, а не хороший. Чувствуете? Мы же сейчас тоже должны изменить окончание. И это значит, срабатывает наш третий шаг. Так, что будет с окончанием, раз мы уже в другом падеже, мы-то один раз сейчас заберём. Ich gebe einem. Вот, мы в датеве, уже в артикль пришёл сигнал. Второй пункт, сигнал мы уже исчерпали. И теперь, если мы пойдём по падежам, то есть я даю какому-то хорошему мужчине книжечку. Чувствуете, у нас был хороший мужчина. Ein guter Mann. Но теперь же я не могу сказать, я даю хороший мужчина книжечку. Так я мужчину даю ли книжечку? Хорошему. Это значит, что мы сейчас идём в датев. И один раз мы сигнал einem, meinem, deinem, keinem. Один раз мы сигнал израсходовали. Да, вот как раз второй пункт, второй шаг наш. И что теперь, получается, мы должны делать? С каким хвостиком работать прилагательным? Закрытым, то есть просто добавить yen. Ich gebe einem guten Mann ein schönes Buch. Чувствуете? Вот и теперь у нас красота речи наступила. То же самое давайте попробуем в аккузативе. Там же у нас изменяется артикль, значит, срабатывает третий. Вот это тоже наш постулат, аргумент. То есть мы сейчас в артикле один раз сигнал увидели, что это аккузатив. Он уже ушёл в артикль. Значит, что будет наше прилагательное? Иметь просто окончание n. Ich sehe einen guten Mann sehr oft. Да, то есть я вижу красивого, хорошего, умного мужчину, а не хорошему. Это как раз было в прилагательных. В принципе, табличка очень лёгкая. Там, где у нас изменялись, это весь датив, соответственно, да, потому что там и женский род брал сигнал r, и мужской средний мы забирали в артикль m. И в аккузативе мы изменили как раз, опять-таки, только мужской род. А почему только мужской род? Потому что только там изменялся артикль. Третий наш постулат, если изменился артикль, а он у нас только в мужском роде изменялся, помните? И вот наш аккузатив, да, только изменялся мужской род. Это значит третий аргумент. Раз изменился артикль, всё, хоп, значит, прилагательное закрылось. А эти все у нас же, помните, и eine Frau идёт, и я вижу, кого что eine Frau. Раз не изменялось, значит, точно так же ничего не меняется, но просто хвостик добавить. Здесь срабатывает как бы первый и второй принцип. Артикль-то не везде меняется, то же самое и средний род. Ein gutes Kind geht ins Kino. То есть это кто? Это вот здесь мы пальчиком, это именительный падеж. А если я вижу хорошего ребёнка, тогда же я здесь, в аккузативе. Я вижу кого что, но он совпадает. Вот, в принципе, и вся тема прилагательных, которые обычно мы на А2 изучаем. Это была пока первая часть, потому что мы рассмотрели пока всё на примерах неопределённого артикля. Какая-то книжечка, какой-то мужчина. Их зе айнен гутен манн. Но вторая часть, посвящённая прилагательным, будет, конечно, определённым артиклям. И там будет работать точно такой же принцип. Продолжение следует...